Добрый день уважаемые зрители. Сегодня хочу предложить вам небольшой обзор на мод силосоуборочных комбайна DUN 680. Мод вышел недавно, наконец мы дождались нормального силосника. Стоит он 95 тысяч евро. Три устройства подвешиваются. Две жадки и один подборщик. Одна жадка фуражная шириной 5 метров. Фукурузная жадка шириной 4 метра и подборщик по-моему 3 с чем-то. Ну что ж приступим. Давайте запустим комбайн по сторонам поработает и займемся. Вот так он выглядит. Выглядит он очень симпатично. Прямиком из 17 фармсима. Спасибо автору постарался. Вот это подборщик. Подцепил я к нему нефазовский прицеп. Ну что, поехали. Все по очереди. Будем пробовать сейчас подборщику. Так, переключаем. Опустить подборщик. Включаем. Труба у нас уже выставлена. Поехали. Вот, пожалуйста. Как видите, все работает. Пылит при работе. В прицеп сыпется сечка. Жаль, конечно. Я бы предпочел немножко титерное, чтобы сыпалась солома. Ну и тоже неплохо. Под соломой можно использовать другие подборщики. А фуражник именно на то, чтобы получать фураж. Ну, давайте уж до конца сейчас добью. Вот изнутри как все выглядит. Тоже выглядит неплохо, на мой взгляд. Работают зеркала. Сейчас можно оглядеться. Давайте оглядимся. Вот, пожалуйста. Все, в принципе, очень достойно и неплохо. Ну, все. Вот я собрал. Так что покидаю. Давайте перейдем к следующему. Комбайн той же самой фирмы, что и фуражный комбайн. Рост сельмаш. Так. Теперь посмотрим. Давайте. Фуражник. С кукурузной, жаркой. Оп. Так. Вот, секунду. Опустить. Вот. Вот, опустили. Включено. Включено. Поехали. Вот. Четырехметровая жарка. В принципе, для небольших полей, но лучше и не придумать. Для больших полей, ну, возможно, все-таки довольно долго будет она нажать. Но, в принципе, если нанять наемника и поставить большой силостный фуражный прицеп, можно вполне... Вот. Сейчас могу поставить наемника и будет работать прекрасно. Следующий. Это жарка, фуражная жарка дровы и зерновых культур. На выходе получаем ту же сечку. Так. Вот так. Да, что-то я запутался немножко включить. А, она уже опущена. Все. Жарка была уже опущена, оказывается. Поехали. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Тут у нас посажена пшеница. Получаем сечку на выходе. Вот немножко информационное табло подмаркивает. Ну, ничего страшного. Можно отключить вот так и все. Все будет великолепно. Ну, давайте уж доедем. Так. У меня там уже зерновой комбайн, похоже, полный. Ну, не будем отвлекаться на него. Мне главное показать, что все работает в доне 680. В отличие от представленного ранее ветерка, который то стрик, то не стрик. И вообще как-то не очень красиво все было сделано. Так. Ну что, побежали. Побежали. Теперь я вам покажу, как тот же Дон 680 выступает в роли косилки. Будем косить травку. Вот он у меня заранее стоит здесь. Поставлен. Подготовлен. Опять включаем сжатку. Опускаем. То есть можно траву между полями стричь, а можно и засадить. Если у кого большой скотный двор, много коров, трава понадобится. Вот, пожалуйста. Великолепно. Косится трава. Хорошая скорость. Без глюков. Ну, вот в принципе все о 680. Но хотел показать попутно вам еще кое-что. Два мода. Оба, на мой взгляд, немножко читерские. Вот сейчас как раз доеду туда. Ну, первым на первым. Это карта Некрасовка. Ой, извините. Варваровка. Некрасовка, в общем-то, мне полезно в голову. Вот здесь есть очень хороший площадка скотный двор. И большое поле, перемешку с деревьями. Там травка. И я туда поставил мод. Вот так. Здесь, кстати, давайте тогда сложим. Здесь камни. Автор поставил камни. И я в который раз на них уже натыкаюсь. Все сложим. Сейчас. Ай-яй-яй. Вот все. Так, что хотел показать. В общем, недавно наткнулся на мод. Объект устанавливаемый. Сушилка. Травы. На входе загружаем топливо. Так, вот туда я поехал-то. Ну, ладно. Можно и здесь. На входе загружаем топливо. И траву. На выходе получаем сено. Работает очень неплохо. Объем очень большой. И не знаю, сколько там трава. Где бы мне свернуть? Наверное, вот там. Ладно. Мне придется немножко финтушами сделать. И через эту реку проехать. Чтоб долго не объезжать. Чтоб быстро вам показать. Прямо насквозь. Речка небольшая. Не утонул. Объем очень большой. То есть, я туда влил две большие бочки топлива. И не похоже на то, что полностью объем заполнен. Думаю, а топливо как раз задумано и на большой объем травы. Не заезжайте на глубину. Ну, вот сейчас покажу вам. Вот, кстати, здесь тоже заодно можно покосить. Вот это поле, как о котором я говорил. Сама по себе карта тоже изумительная. Варваровка. Украинский автор. Не знаю, насколько она вымышленная или соответствует действительности. Но как-то хорошая. Упор сделан на сельхозпосевные культуры. И на крупный рогатый скот. Овцеводство, коневодство. Вот, подъезжаем уже. Здесь стоит два объекта. Вот первый, который ближе к нам. Это для получения моносмеси и фуража. То есть, ну, в трассу, что ли, проезжаем. Расскажу сейчас тогда. То есть, он устанавливается на место, на площадку, которая куплена. То есть, сюда, мол, сено. То есть, здесь написано сено, силос. Ой, сено. Солома. Сено. И силос. Это солома. Ой, нет, извините, правильно. Вот это сено. Ну, суть-то не важна, потому что разгрузка, она автоматическая. То есть, подъехать здесь с необходимым сырьем на эту площадку происходит. Вот табло высвечивается информационно, что можно по клавиши и выгрузить. А вот сушилка. Вот так она выглядит. Вот здесь топливный бак. А сюда выгружается трава. Вот, видите, вот где он у меня стоит-то. А, я уже угнал его. Топливо запрашивает. Ну, вот сейчас могу даже показать. У меня тут КамАЗ вот стоит. Вот, пожалуйста. Здесь происходит загрузка. Вот, начать заполнение. Вот, смотрите. Можно, кстати, не кончилось. Вот, сено-сушилка. 500 тысяч литров. Неплохо. Пока не готово еще. Вот. И полученную травку как раз можно и выдрузить. С той стороны. Вот сюда так подвижаю. Надеюсь, ничего там не зацеплю сейчас. О, просточил. Вот. Вот. Пошла выдрузка. Левая сторона, но без разницы. Главное, чтобы появилось начать выдрузку. Вот, все. И теперь мы можем здесь спокойно дальше продолжать косить. Заодно и в коровник отвезти. Вот. Место очень здесь хорошее, кстати. Травку косить. Вот, пожалуйста. Вот. Вот такой мод на объект. И еще один мод. Сейчас покажу вам. Ой, куда я перескочил. Сейчас, минуточку. Перескочил. Ну вот. Заодно, кстати. А, это я думал, он полный, а он мешал. Это просто. Давайте, отъеду. И последнее, что хотел показать на сегодня. Читерный фургон, фуражный. Подборщик. Сейчас отгоню. И покажу. Вон он, беленький стоит. В чем его читерность? Две вещи в нем уникальны. Первое. У него ширина подбор 30 метров. И второе. Объем миллион шестьсот, по-моему, литров. Выглядит он где-то, ну, максимум на на сто тысяч. Ну, максимум. А то и меньше. Я бы сказал, что на пятьдесят тысяч литров. Вот. Сейчас вам продемонстрирую. Для тех, кто играет в кооперативе, это, конечно, не представляет интереса. Опа. Зацепился за дерево. Такое бывает. Деревья здесь такое впечатление, что родом из Мексики цепляются, как кактусы. Вот стоит рядышком проехаться, но все. Я вот поэтому поставил еще скрипт суперсилы. Называю. Супермен. Часто здесь довольно техника застревает в коллизиях. Очень часто. Деревья, но просто, на мой взгляд, безобразные. Так вот. То есть, как всегда, В опустить подборщик, В включить подборщик, и поехали подбирать. Ну, примерно в центре я встал. Вот. Обратите внимание. Вот такой читальный фуражный фургон. И вот сейчас эту соломку можно, в принципе, будет отвести. Немножко я вправо принял. Ну, да ничего. Так. Видите, вот сколько? 57 тысяч литров уже. И это всего лишь 35% загрузки. Вот, представьте себе, как удобно игроку, который играет соло на такой громадной карте, как Варваровка. Вот, собственно, все, что хотел показать сегодня. В дальнейшем буду довольно часто показывать работу новых модов для FarmSim, особенно для FarmSim 19, поскольку пока их еще очень и очень мало. Основной упор буду делать на русские моды, моды на русскую технику, отечественную технику. Но не только. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, если что. Может быть, у кого-то есть какие-то моды, которые не хватает просто времени и сил протестировать. Оставляйте запросы, желательно ссылку, где этот мод, протестирую, выложу на видео, отпишусь, расскажу. Итак, всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...